И всем привет! Вы на канале Токовка 2. И сегодня я снимаю вторую серию моего сериала Переезд. Ну что ж, давайте начинать! Предыдущие серии. Девочки! А? Привет, Ральти! Как давно не виделись! Ты так выросла! Папа? Да, доченька, привет! Давно не виделись! И Флё... Флёри Харт. Флёри, ты так похожа на маму! Флёри Харт. Что ж, вы уже познакомились с мисс Коко? Да, да, мы уже познакомились с мисс Коко. Так, тогда я думаю, я вам покажу дворец, а сам пойду. А ты не останешься с нами поговорить? А, прости, доченька, у меня очень много работы, так что вы останетесь под присмотром мисс Коко. Всё остальное, еда, она вам, так скажем, с этим поможет. Приготовит еду, если что, почитает сказку маленькой Флёри. С этим всем она разберётся. Помоет вашу комнату, точнее, ваши комнаты. А, ладно, хорошо. Так, пройдёмте тогда на второй этаж, чтобы я вам всё показал. Что ж, начнём, так скажем, с осмотра. Потом придём к правилам, что можно, а что нельзя. О, ну, да, хорошо, согласна, согласна. Так, первое. Здесь находится, так скажем, моя комната, весь второй этаж, только мой. Но вы сюда приходите только когда захотите поесть. Это, типа, кухня? Да, я не готовлю, мне обычно готовят, так что у меня тут маленькая, точнее, мелкая такая кухня. Но я не знаю, что вы едите, поэтому я вам заказала тут поесть. Ну, я думаю, вы там сами разберётесь. Так, вот здесь еда. Вот, вот еда. Не знаю, вы едите такое или нет. И вот ещё, вот, кексики. Я не знаю, любите ли вы это, не любите. Ну, вот, можете поесть, если захотите. Флёри. Да? Тебе не кажется, что папа себя слишком странно ведёт? Ну, ну да, да, кажется. Девочки. А, о, да. Так вот, перейдём, значит, дальше, к экскурсии. На первом этаже, как вы, наверное, уже заметили, есть комната. Эта комната будет твоя, Рэнди. Моя? Ой. Моя? Да, да, сейчас я уберу еду, а то я не могу пройти. Так. Да, она будет твоя. А где же будет Флёри? Для неё будет маленькая комнатка, которая будет находиться наверху. Вот здесь. Ну, ну, хорошо, но я бы хотела, чтобы мы жили вместе всё же. Нет, у вас должна быть у каждой своя комната. Это первое правило. А, да, конечно. Второе правило. Так скажем, приступим уже к правилам. Вот, ко мне не заходить на второй этаж, только с разрешением. То есть, поесть, пожалуйста, а просто так гулять по моему этажу лучше вам не стоит. А почему? Давай-ка без вопросов. Ммм, ладно. За Флёри Харт всё будет хорошо, с ней будет всё хорошо, с ней будет присматривать Ку-Ко. То есть, игры, игрушки, вот это всё такое. Она будет с ней играть, там, читать какие-нибудь, не знаю, для детей сказки. Всё такое. Да. Дальше. Дальше. Так. Дальше. Блин. Ты должна будешь слушаться, ну, так как ты старше, ты будешь слушаться Ку-Ко, и будешь слушаться своего учителя. Он мне будет докладывать, какие у тебя хорошие отсеки, и успеваемость твою. Потом, если ты будешь ходить куда-нибудь гулять, то, пожалуйста, возвращайся к шести. К шести? Ну, ладно, я как бы особо гулять не хожу, но у меня есть друзья, там, подружки, можно я звать? Вот ещё одно правило. Никого не звать в мой дворец. Ау, ладно. Хорошо. Так, второе, ой, какое уже правило? Пятое правило. Я не знаю, предупреждал ли вас, но... Мяу! Ай, э... Так, во-первых, вот, пятое правило. Никаких уличных кошек и вообще любых кошек у меня дома. Я не выношу котов и кошек. Что? Да. Может, ваша мать и разрешает вам кошек, но я их не могу терпеть. У меня есть собака. А, собака? А ты имеешь что-то против собак? Я люблю собак, но больше люблю кошек. Хм, как я понял, ваша мать отдала вам его, чтобы он жил у меня, этот кот. Это она. Что ж, ладно, пусть эта кошка здесь живет, но только чтобы она у меня на глазах не появлялась. Пусть она уже живет у тебя в комнате и не выходит из комнаты. Это шестое правило. А, ладно. Какое еще правило? Еще одно правило. Ночью нельзя вообще выходить из комнаты. А, ну, почему? Потому что. Дальше еще одно правило. А, мне не кажется ли, у нас слишком много правил? Достаточно правил. Так как ты будущая королева, ты должна следовать всем правилам, так как я им следовала в детстве. А, ладно. Если что-то произойдет, то сразу же говорить мне, не скрывать, никаких тайн от меня не держать. Все рассказывает сразу же мне. Я должен все знать. Ну, 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 да. Да, конечно. Вот и славно. Теперь можешь идти в свою комнату, устраиваться. Там не было мебели, я не успела купить, но завтра вечером, после того, как я вернусь с работы, мы поедем вам за мебелью. Пока что сегодня ночью вам придется поспать на матрасах, которые я для вас подготовила. А, хорошо, я... да, согласна. И еще кое-что, доченька. Сейчас. Твоя мама просила тебе передать вот что. Что же? Это... вот это. Ее корона. Ух ты, какая красивая. Знаю. Когда твоя мать была молодая, она ее носила. Она тебе очень идет. Она попросила, чтобы ты так сильно по ней не скучала, подарить ей, тебе, точнее, вот эту корону. Да, так даже приятней. Да, ты очень похожа на мать. Спасибо. Ну так что ж, у меня больше нет времени на разговоры. Делайте, что хотите, но не нарушать правила. А я пошел на работу. Удачи, дети. Что-то мне кажется, или нам здесь не совсем-то и рады. А ну-ка отойди. Да, сестренка, что-то я считала, что папа будет по-другому к нам относиться. Ну, он, наверное, все же король, он, наверное, знает, что делать. Но я не знаю. Может, у него плохое настроение? Может, это и так, но нам придется следовать всем правилам. Как бы мы этого не хотели или хотели. Что ж, думаю, пора нам заселиться по комнатам. Да, а дальше мы уже посмотрим. Да. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы узнать, когда будет следующая серия. И всем пока. 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 Лайкни меня, лайкни меня, лайкни меня.